Три года назад компания Motorola якобы открыла второе дыхание, явив миру первое поколение смартфона из бюджетной линейки G. Из всех телефонов под брендом Moto серия G стала наиболее популярной. Основная причина успеха, на наш взгляд, скрыта в хорошем балансе между ценой и функционалом, а также в абсолютной уверенности пользователя в получении обновлений программного обеспечения. После приобретения Motorola компании Lenovo четвертое поколение Moto G отмечает дебют брендинга со смартфонами Moto. Классический логотип Motorola все еще присутствует, но уже понятно, что Lenovo хочет сделать Moto своим суббрендом, особенно учитывая планы компании, в которые входит замена линейки Vibe на Moto. Смартфоны линейки Moto G имеют отличные характеристики, а единственным минусом можно назвать качество камер, с чем у Motorola всегда были проблемы. Сегодня у меня в руках Moto G4 Plus, который является улучшенной версией Moto G4. Его камера целый год усердно работала в качалке, чтобы теперь поиграть перед нами своими мышцами, а также исправить такую неприятную для компании статистику и таки получить титул «Мистер Вселенная» или «Самый, самый лучший бюджетный смартфон». Нам же остается лишь проверить, удалось ли Ленароловцам воплотить в свои замыслы. Начнем с того, что линейка Moto G растет не по дням, а по часам. Размер экрана, например, увеличился с четырех с половиной дюймов в самой первой модели до пяти с половиной у нашего сегодняшнего гостя. Функциональность также расширялась, как и число моделей с различными аппаратными характеристиками. Все меняется, кроме знакового дизайна Motorola, который продолжает жить и в G4 Plus. Хотя не так явно, как раньше, но все же он идентифицируется как продукт Moto. Округленный металлический корпус в сочетании с задней прорезиненной крышкой обеспечивает хорошую эргономику и удобно лежит в руке, даже несмотря на большой размер. Кстати, подкачанный торс Moto G4 Plus по ширине меньше, чем торс iPhone 6S Plus, несмотря на то, что оба имеют идентичные по диагонали 5,5-дюймовые дисплеи. Впрочем, прямыми конкурентами их считать ну никак нельзя. А то мало ли завтра скажут, что вы слышали, белки из кундука сравнивали Moto G4 Plus с iPhone 6S Plus. Так вот, ничего мы не сравнивали. Над экраном расположился привычный набор из разговорного и там же рядом мультимедийного динамика, фонтальной камеры и датчиков. Под экраном нестандартный квадратный сканер отпечатков пальцев, он заметно выделяется над корпусом. С одной стороны это хорошо, ведь сканер легко нащупать вслепую, а с другой не очень, ведь с тем же успехом он будет цепляться за все остальное. Благо на его работоспособности форма никак не сказывается. Рядом размещено небольшое отверстие микрофона, а напротив него светодиод, который, что удивительно, активируется исключительно при зарядке, но не для уведомлений. Хочется верить, что в будущем его функциональность расширят. Но даже если это не произойдет, функция Active Display, о которой рассказывал Артем в обзоре Moto X Force, прекрасно справляется с функциями светодиода. Смартфоны доступны в двух вариантах расцветки – черном и белом. Причем, если цвет телефона белый, то рамка экрана будет белой, а у черного – черный. Однако не забывайте, что перед нами Moto, а значит задняя пластиковая крышка является сменной, то есть старую можно снять, а на ее место поставить новую, но уже другого цвета. И сразу напоминаю, что перед покупкой пользователь может настроить некоторые параметры внешности своего будущего устройства, используя для этого функционал Moto Maker – фирменного сервиса кастомизации гаджетов. Но, видимо, лучшее, что есть у Moto G4 Plus – это все же его 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Он наделен отличной IPS-матрицей с глубоким черным цветом. Конечно, это вам не AMOLED, но уже очень близко к нему. Дисплей также характеризуется сочной цветопередачей, максимальными углами обзора и равномерной подсветкой. Все это добро покрыто закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и олеофобным покрытием среднего качества. То есть, палец по нему скользит хорошо только в идеальных условиях, но если хоть немного смочить руку, то вы сразу почувствуете сопротивление. Звук распространяется из динамика, расположенного рядом с разговорным. Решение довольно нестандартное и неоднозначное. Его плюсом можно отнести разве что невозможность этот самый звук заглушить. А вот минусом можно считать ситуацию, когда вы подносите свой телефон к уху, будучи уверенными, что потянули кольцо вправо для принятия вызова и вместо собеседника продолжаете слушать свой уже нелюбимый рингтон, который то и дело пытается сделать вас глухим. Говоря о самом качестве звука, то он достаточно посредственный, плоский и без намека на басы, но зато невероятно громкий. Меломаны, конечно же, будут и мне довольны, но большинству вполне этого хватит. Во время телефонных разговоров два микрофона справлялись с подавлением фоновых шумов. По качеству приема и передачи данных нареканий тоже не возникало. Переходим к части, которую ленароловцы прокачивали больше всего, а именно камере. Moto G4 Plus оснащен 16 мегапиксельной основной камерой со светосилой f2.0, которая дополнена лазерной фокусировкой и двойной светодиодной вспышкой, а также фронталкой на 5 мегапикселей. Но, несмотря на все те упорные тренировки, Moto G4 Plus снимает не так хорошо, как хотелось бы. Нет, ну конечно есть небольшое улучшение в плане качества фото, сделанных при слабом освещении, но в остальном тут все также слабовато. Вот например цветопередача, очень далеко от натуральной. Далеко не всем это понравится, но самый большой недостаток этой камеры это ее медлительность. На запуск камеры и сохранение снимков идет по несколько секунд, которые иногда очень дорого стоят. Фокусировка и HDR работают достаточно быстро. Интерфейс камеры в обновленном приложении прост и удобен. Есть ручной режим. Экспозиция регулируется даже в автоматическом режиме по одному прикосновению. G4 Plus снимает видео с разрешением до 1080 пикселей. В 4К ясна речь в нем отсутствует. В целом качество достаточно высокое, но при съемке с разрешением 720 резко падает, а контрастность наоборот растет за счет детализации. Сразу предупреждаем, что во время записи видео наблюдается заметное притормаживание, которое срезает начало клипа. Поэтому советуем нажимать кнопку начала записи видео как-то заранее. Moto G4 Plus оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 617 и видеоускорителем Adreno 405. Назвать это решение слабым, язык не поворачивается. 64-битный, восьмиядерный, работает на частоте 1,5 ГГц и без проблем справляется с любыми повседневными задачами. В комплекте с ним работает 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Но после включения смарта остается только 370 МБ и 5,5 ГБ соответственно. Интерфейс смартфона Moto, как мы и привыкли за последние годы, практически не отличается от голого андроида. Издавна Motorola использует образы операционной системы Android, максимально приближенные к чистой версии для аппаратов серии Nexus. Не стали разработчики менять эту традицию и в серии Moto G4. Moto G4 Plus оснащен аккумулятором на 3000 мАч. Его идеально хватает на полный рабочий день при активном использовании. И при условии, конечно же, что вы не будете смотреть с утра до вечера видео. Ну вы же на работе работаете? А в случае более умеренного использования можно добиться и двух дней без поиска розетки. Подзарядка достаточно быстрая, чему способствует адаптер Turbo Power. Поэтому с 0 до сотни он заряжает менее чем за два часа, а за 15 минут может обеспечить несколько часов работы. В заключение хотелось бы сказать, что Moto G4 Plus является качественно собранным смартфоном, с хорошей производительностью, сочным экраном и даже со сканером отпечатков пальцев. Также не забываем о более прокачанной камере, которая стала откровенно лучше снимать при плохом освещении, что для бюджетного аппарата является большим преимуществом. Но вот только для бюджетного. К сожалению, Moto G4 Plus продается с ценником в 220-250 долларов, что уже давно является не бюджетным, а средним классом, представителем которого Moto G4 Plus будет трудно, очень трудно противостоять на равных.